Всем добрый день, меня зовут Евгений Олейник. В текущий момент я являюсь контрибьютором проектов, занимаю должность senior data scientist. В прошлом я занимал позицию хеда data science и перед этим был team lead data science. Так сложились жизненные обстоятельства, что решил из менеджмента обратно вернуться в более технические вещи. Сегодня мы поговорим о data science с точки зрения того, как это происходит в реальной жизни, как это происходит, как это описано в процессах Майкрософта и как это происходит в реальной жизни. Мы поговорим о том, я буду стараться делать акценты на том, о чем вам не расскажут в университетах. Буду делиться опытом. Первая часть у нас будет более менеджерская, она будет более такая без математики, а вторая часть мы попытаемся с вами пройтись по определенным бизнес-кейсам. Я расскажу там из своего опыта, опыт участия в Kaggle, опыт реальных проектов и т.д. и т.п. Так, немножко про свой бэкграунд. Я закончил наш политех на FIFTE, разработка системы искусственного интеллекта. Соответственно, дипломная была тоже с этим связана. Это было очень давно. Еще в Украине, в принципе, никто таких слов как data science особо не употреблял. Где-то только в иностранных статьях такое попадалось. После этого я решил, что техническое образование это окей, но надо как-то немножко понимать бизнес, поэтому поступил на магистрскую программу. Как раз так отлично попал. У меня менеджер был связанный с прикладной экономикой, экономическим анализом, а майнер был на data science track. То есть я изучал инструменты, которые непосредственно это data science для бизнеса, можно так сказать. Так, ну и оттуда же защитился, получил диплом университета Хьюстона, не выезжая из Украины. Так, у меня более шести лет опыта, но мне кажется, что годами опыт мерить некорректно. Я видел двухлетних, трехлетних синиров, которые были синирами и видел пятилетних медлов. Поэтому это все условно. Хочу сказать, что data science это всегда риски. Data science это, вы знаете, да, что порядка 90% всех проектов, они рассыпаются до прода. В частности, data science. 9 из 10 просто не доходят до прода по тем или иным причинам. Вот мы сегодня будем говорить о структурах, о том, как вообще строить процессы, как вести data science разработку, чтобы доходить до продакшена. И все это дело не рассыпалось еще на ранних этапах. Давайте начнем издалека. Кратко не буду много здесь уходить в детали. Когда-то в университете мне рассказывали, что в современном мире не будет профессий как таковых. В принципе, data scientist это хороший пример того, как размываются профессии. Мне еще в глубоком 2012 году один из профессоров сказал, что в современном мире не будет понятия такое, как в прошлом мире. Понятие профессии будет определенный набор скиллсетов, а те или иные скиллы будут больше и меньше востребованы. Поэтому, если вы захотите стать журналистом и где-то вам в Америке в текущий момент, очень часто, если вы выбираете профессию журналиста, вам могут предложить параллельно еще в университете учить, набирать какой-то скиллсет, который связан с анализом данных, для того, чтобы вы могли анализировать тексты, вы могли структурировать комментарии, работать с Python. И где-то что-то там, собирать комментарии с YouTube, возможно, даже какие-то NLP методы применять к этому. Давайте по классике. Какие основные специальности есть в Data Science? Это Data Scientist, я думаю, вы знаете, Data Engineer, Big Data Engineer, это чуть разные вещи. Там, где Big Data, там распределенные системы, там свои, немножко свой стэк. Но по большому счету, кто эти все люди? Data Scientist, это человек, который имеет более широкий стэк, чем все остальные, чем там ML-инженер или люди более с инженерной специальностью. Data Scientist, это человек, который начинает этапы бизнес-анализа и заканчивает деплоив моделей в прод. Data Engineer, это люди, которые, как правило, их основная задача – это выстроить весь пайплайн, подача данных, подготовить тренировочные датасеты, передать Data Scientist тренировочные датасеты вместе с Data Scientist. Data Scientist занимается требованиями, помогает дата инженерам строить процессы, также занимается нефункциональными требованиями в помощи построения пайплайна, общается с бизнес-заказчиком, общается со стороной, с клиентом и пытается для себя понять, как лучше всего построить в реальной жизни. Задача, как правило, если процессы построены правильно, то Data Scientist общается с бизнесом, в определенный момент получает датасет, который соответствует требованиям, которые он описывал, работает с этим датасетом, на основе этого датасета строит ML-алгоритм, передает этот алгоритм дата инженерам, а дата инженеры уже занимаются тем, что внедряют этот алгоритм в пайплайн. Если процессы построены правильно, то это все происходит по нажатию просто пул-реквестом, Data Scientist, если настроены процессы с CICD, может очень быстро задеплоить свой алгоритм, который он разработал. Еще есть такая достаточно новая профессия, все знают, кто такие DevOps, скажите, пожалуйста, как у вас вообще, на каком вы этапе, стыкались ли вы с реальной разработкой, знаете ли вы, кто такие DevOps, чем они занимаются, как это происходит? Можно без поднятия руки, можно в чат писать, можно включать микрофон. Кто-то сталкивался, кто-то нет. Да, смотрите, Data Science, это, скажем так, я перейду, я покажу реальную архитектуру продукта. DevOps – это люди, которые настраивают среды, настраивают взаимодействие между средами. Для того, чтобы ваш алгоритм где-то заработал и приносил пользу, реальную пользу, его нужно куда-то задеплоить, то есть его нужно разместить где-то на каком-то сервере. Для того, чтобы его разработать, для этого нужна определенная среда. Понятно, что вы там работаете с Data Science, каждый у себя на компьютере может там либо Docker контейнер поднять, либо получить какой-то, не знаю, там SageMaker, взять какие-то нативные сервисы из клауда и работать с ними. Если вы же работаете в компании, где все структурировано хорошо, то это все происходит немножко по-другому. Ваша задача только работать и делать ваши Data Science задачи. Все остальные вещи должны вам обеспечить другие специалисты. DevOps – это люди, которые настраивают взаимодействие между средами, настраивают взаимодействие в процессах. То есть как происходит деплой, как вы используете репозитории ГИТа и так дальше. Это все настраивает DevOps. То есть это люди, которые отвечают, грубо говоря, за инфраструктуру. То есть они вам строят взаимодействие. Где-то они вместе с Data Engineer это делают при построении. Но вот настройка сред вообще должна в теории выполняться DevOps. Поскольку Data Science имеет немножко свою специфику и Data Science проекты, то обычные DevOps не до конца умеют работать именно с спецификой Data Science. Поэтому в индустрии появился такой достаточно узкий профиль, который набирает обороты. Понятие MLOps. Это человек, который тоже строит инфраструктуру, но он этим занимается непосредственно под Data Science проекты. Он лучше понимает, как работать с вашим Python, понимает контейнеризацию, и понимает то, что специфика Data Science проекта, где-то в продакшене нужно реализовать автоматические алгоритмы до обучения. То есть и т.д. и т.п. То есть он лучше понимает специфику ML и умеет с этим работать. Да, я хочу обязательно отметить тот пункт, что Data Scientist, чем Data Scientist в основном отличается от программиста. Программист, как правило, он вот сидит, да, получает себе тасочку в Jira или там в другой системе, или там в каком-то Azure DevOps, он эту тасочку берет, там разбирается, есть какие-то сплинт-ревью, если работают по Agile, по Scrum, он берет себе эту тасочку и выполняет. Специфика процессов Data Science, она немного другая. Data Scientist – это люди, которые занимаются полуресерчем, это люди, которые разрабатывают точно так же, как программисты, но это люди, которые отвечают за все этапы построения вот таких продуктов. То есть очень часто Data Scientist приходится не просто написать алгоритм, а там помогать Data Engineer поднять полноценный сервис, заставить его работать, настроить опишки взаимодействия, получить бизнес-требования. То есть никакой бизнес-аналитик не поможет Data Scientist корректно сделать постановку его задачи. Соответственно, Data Scientist – это, если взять программиста, да, он там 90% своего времени пишет код, взаимодействует с другими софтвер-инженерами, иногда парное программирование используется, если, например, на проекте два софтвер-инженера. У Data Scientist все немножко по-другому. Data Scientist должен определить требования, то есть он должен работать с заказчиком или он должен работать с непосредственным клиентом. То есть постановка задачи, одну и ту же задачу, я покажу на примере, его можно решать абсолютно по-разному. Можно решать, например, какие-то задачи, их можно решать через задачу регрессии, а можно решать через задачу классификации. Я приведу пример такой, потом у нас будет в бизнес-кейсах. Соответственно, вот грубо говоря, Data Scientist, ну понятно, что не сам, там у него есть какой-то еще TL, есть техлит и так дальше, но он, грубо говоря, головой отвечает за весь вот этот процесс. И для него важно не только понимать хорошо работу алгоритмов, а для него самое важное, что для него есть, это правильная постановка задачи. Правильная постановка задачи в данном случае – это 50% успеха. Ладно, двигаемся дальше. Еще много будет интересного. Так, ну здесь тоже, да. Скажите, пожалуйста, все ли понимают, чем отличается? Просто в индустрии очень много употребляют термины, там, deep learning, machine learning, artificial intelligence. Все ли понимают, чем эти понятия отличаются друг от друга? Ну, на мою думку, ML – это методы для регресса, А можно, пожалуйста, правильная постановка задачи почти все равно? Да, да, да. Да, хорошие комментарии, ребята, спасибо. Можно, пожалуйста, от кого-то получить голосом комментарии? Как вы думаете, чем ML отличается от artificial intelligence? Ну, на мою думку, ML – это методы для, там, регресса, классификации, именно, как подшлось на навчание и делать какие-то предикты. А artificial intelligence – это более обширное понятие, которое включает в себя и, может быть, и, там, интеллектуальный пошук там за допомогою деревьев, або находжение каких-то решений, не обязательно, что оно должно включать навчание. Это просто какой-то продукт, который будет моделировать интеллектуальную деятельность людей. Дуже, дуже, дуже влучно. Есть, на самом деле, в индустрии такая ходовая шутка, знаете, там, в каждом проекте есть продукты, есть технари. Вот обычно шутят про то, что ML пишут на Python, а artificial intelligence на PowerPoint. То есть, что для хорошей продажи менеджеры более любят употреблять понятие artificial intelligence, а ML – это более техническое. На самом деле, вы абсолютно попали в точку. ML – это про инструменты, это то, где у нас есть обучение, да, мы вот на данных. То есть, ML – это про способы из данных аппроксимировать функцию, да. То есть, весь наш data science, по сути, тоже про это. Deep learning – это subset, это глубокие нейронные сети. ML от deep learning отличается тем, что там еще есть классика жанра, вот эти random forest и т.д. и т.п. Artificial intelligence – это действительно, это более широкий класс, это старое, как говорится, как мир понятия, по-моему, еще в прошлом веке его придумали. То есть, он включает в себя набор инструментов, которые более широкие. Поэтому 90% всех проектов, про которые идет там речь, вообще, не знаю, в Украине, в индустрии, хоть их там называют artificial intelligence, это на самом деле ML. В чистом виде очень много ML, очень мало AI. Если видели робота Софию, то там у робота Софии, у которой очень хорошо NLP развит, помимо ML, в ней еще есть очень много различных вещей, которые не про ML, но про artificial intelligence. Так, хорошо. Давайте еще поговорим немножко про… с этим разобрались, я просто хочу, чтобы мы на одной волне были. Немножко поговорим про то, как организовываются data science команды, как выглядят реальные структуры. Это вот структура, которая, в принципе, там признана, и есть такая компания McKinsey, известная мировая. Они, если там проводят какие-то процессы цифровой трансформации или где-то кого-то консультируют, где-то начинают заниматься пресейлами, где-то строят data science команды в каких-то промышленных гигантов и огромных корпораций, вот они выстраивают структуру data science примерно таким образом. Похожая очень структура и в Гугле, и в огромных этих наших гигантах. Как эта структура выглядит? Все ли знают, все ли знакомы, что такое Scrum Process, что такое Agile, как происходит принцип разработки в классическом IT? Пишите, пожалуйста, если кто-то не знаком, я в двух словах проговорю, чтобы было все понятно. Все ли понимают, что такое функциональная команда, что такое функциональная проектная команда? Так, здесь молчание, не вижу плюсиков. Многие пишут, что нет. Да, смотрите, как разрабатывается, как ведется разработка в IT? То есть есть понятие функциональной проектной команды. Что такое проект? Проект может быть, не знаю, проект – это может быть разработка какого-то отдельного продукта, полностью полноценного. Есть такой простой принцип, говорят, что если команду можно накормить двумя пиццами, то численность этой команды, она оптимальна. Все, что выходит за рамки 7-8 человек, этим уже сложно управлять в IT. скрам-процесс – это методология разработки программных продуктов, которая нацелена на итеративную разработку, которая ведется так званными спринтами. У каждого сутка и спринт – это какой-то период времени, где-то это неделя, где-то две. И основной принцип, что в спринт нужно успеть разработать какой-то функционал. То есть, банально, мы начинаем разработку, давайте представим себе, мы хотим разработать, я не знаю, автопилот автомобиля, или мы хотим разработать, давайте, что-то более простое. Мы хотим разработать, ну что, что бы такого, давайте навигатор. Мы хотим разработать навигатор. Для того, чтобы разработать навигатор, первое, что нам нужно, разработать, например, его интерфейс и подтянуть откуда-то какие-то карты. Вот мы в первый спринт забиваем, что мы хотим разработать козу этого интерфейса. То есть это процесс гибкой итеративной разработки. Почему этот процесс считается эффективным? Есть два подхода. Есть подход Scrum, это agile подход, гибкий подход, а старый подход, это вот, господи, как же там называется? В общем, смысл старых подходов, что мы хотим в самом начале выяснить абсолютно все-все-все требования к продукту, и мы этим можем заниматься до старта проекта очень долго. Иногда сбор этих требований по полгода длится. Мы собрали все требования, мы понимаем, как выглядит система, мы ее проектируем изначально, и потом мы начинаем разработку, и мы должны вот все сделать идеально с этими требованиями. Если вдруг у нас что-то в процессе поменяется, то все, у нас вот мы уже не гибкие, мы не можем. Мы забили, что продукт, может быть, должен так выглядеть, и все. В современном мире это, естественно, что не актуально, потому что, когда начинается разработка, там, как правило, конкурентный мир и т.д. и т.п., ставят для нас требования такие, что за несколько месяцев уже должна быть какая-то базовая, минимальная рабочая версия этого продукта. Вот Scrum помогает очень быстро, максимально, там, по принципу 80-20, с минимальными усилиями набрать максимально быстро базового функционала. Теперь что такое Scrum команда? Scrum команда – это оптимальная численность людей, у которых есть свой менеджер, это либо проектный менеджер, очень часто эта функция совмещается, там, есть понятие product owner, и с ним еще есть проектный менеджер, либо это просто product owner, который является и проектным менеджером. Он взаимодействует больше с заказчиком, он отвечает за конечный продукт. И внутри этой команды там может быть, ну, как правило, два программиста, data scientist, data engineer, бизнес-аналитик какой-то, и вот таким составом ведется разработка. И, в принципе, этого состава достаточно, чтобы разработать любой продукт. Может там быть один разработчик front-end, один разработчик back-end, или там может быть два-два, по-разному, все зависит от решения. Так вот, это классика разработки IT. Когда у нас появляется data science, то это уже немножко вносит свои peculiarities. Data scientists принимают участие вот в таких вот scrum-командах, но тем не менее, data scientists сталкиваются очень часто с такими проблемами, которые другие участники вот этих функциональных команд не могут помочь решить. То есть, вот там, я не знаю, какую мне идеальную метрику придумать под этот проект, и, наверное, мне нужно здесь с кем-то проконсультироваться. Но в моей, ну, вот в этой функциональной scrum-команде никто не может мне помочь с этим вопросом, потому что никто не компетентен глубоко в математике. Соответственно, для этого придумана структура, которая объединяет data scientists как в отдельный департамент. Они взаимодействуют между собой. У них есть data science, там, HAT или TL, который принимает тоже участие, немножко принимает участие, помогает своим data scientists успешно вести свои проекты, каждый из проектов, вникает понемножечку, там, делает код-ревью, вникает понемножечку в каждый из проектов, но, тем не менее, функционально там data science, TL, он не подчиняется product owner, он не подчиняется никому в функциональной команде функционально, административно он там кому-то может еще подчиняться. Ну, это как команда в команде, грубо говоря. И data scientists, они, как правило, из-за того, что у них специфика задач, у них отрезок задач, то есть если программисту могут ставить там задачи на 4, на 8 часов, то data scientists, как правило, получает более длительную задачу, он его меньше контролирует, там, дают задачу на несколько дней, он идет и ее решает. И data scientists больше взаимодействуют в структуре компании между собой, чем в своих функциональных командах. То есть они делают delivery, они говорят, мы на таком-то этапе, но административно data scientist подчиняется хэду data science или TL. И таким образом вот такая структура считается эффективной, потому что с одной стороны data science команда помогает data scientist решать свои задачи, с другой стороны они хорошо контрибутят функциональные команды, и вот такой принцип считается эффективной разработкой. Давайте посмотрим по функциям, кто же такие data scientists, что они делают. Понятно, да, делают умные алгоритмы, предиктивные модели, ML модели и т.д. и т.п. Вот то, что я подчеркнул, это, скажем так, это то, что на украинском рынке любят требовать от data scientists. Как правило, в больших компаниях типа Google никто не заставляет data scientists заниматься data engineering. Извините, что перебью, но у нас это называется full stack data scientist. Да, у нас это называется full stack data scientist, и это очень неэффективно, здесь компании пытаются сэкономить, хотят найти одного человека, и он, как правило, не может эффективно заниматься и data engineering, и бизнес-анализом, и разработать в итоге хорошую модель, и поэтому 9 из 10 проектов... Извините, что перебиваю, я видела даже вот недавно вакансию, в которой требуется помимо data science, еще и HTML, JavaScript и CSS, то есть они как бы data science с фронтом соединили. Я видел очень много парадоксов, мне каждый день на почту примерно приходит 10 предложений на работу, и чего я только не видел. Если люди не могут найти data engineer, то они переназывают эту вакансию, пишут там Python data scientist, или пишут там... Ну, очень странные вещи пишут, очень часто пишут Python developer with ML, и при этом предлагают зарплату там Python developer, ну, я могу себе позволить откровенно там покритиковать такие вещи, и с HR-ами там объяснить, что вот в этом некорректно вам, или предлагают какой-то такой бред, видно, что, ну, вот сразу понятно, что в компании ни процессы не отстроены, ни... ну, ничего с этого не будет. То есть эффективный принцип data scientist не может делать абсолютно всю работу. Да, понятно, что бывает такое, где-то data-инженеры, они могут шериться на несколько проектов, они могут быть занятыми. Понятно, что руки не отсохнут у data scientist, если вдруг он сядет и напишет сам, там поднимет какой-то сервис, там, или, ну, напишет взаимодействие, напишет входы-выходы, там, поднимет контейнер, закрутит его где-то. Ну, то есть ничего страшного не случится, если это разовая акция. Если же data scientist будут заставлять там писать какие-то оркестраторы, вот я очень много в своем опыте с таким сталкивался, и как бы я, я вот... мне тогда не было кому объяснить, что это не я должен был делать. Я садился, тратил там недели, разбирался на то, как, там, не знаю, что такое Kubernetes, хотя вообще эти слова мне должны были бы неизвестны. Я писал какие-то свои оркестраторы. Мне просто не было кому подсказать, что не я это должен делать. Понятно, что иногда ситуации складываются так, что вот, ну, вот нет специалиста, да, нужно его кому... кто-то должен его работу сделать. Но очень часто в таких компаниях эти проекты загибаются, никакого толку нет, потому что просто изначально не отстроены процессы. В data science точно так же, как и в обычной разработке, задача очень быстро выкатит первый базовый продукт без перфекционизма. Важно, чтобы это работало. Самая главная задача – это как можно быстрее. Понимаете, помимо того, что у нас есть риски, что у нас наша метрика целевая, да, там, например, точность или там, не знаю, F1 score или что угодно, не отвечает требованиям. То есть мы сделали, а решения недостаточно качественные, да, в первой итерации. Продукты эти еще могут рассыпаться по ряду других рисков. Там риски пайплайна, где-то данные не так заходят, не та частота, не та периодичность. Банально эффективность работы. Может быть, вам не получится распорядить ваш алгоритм и время отработки его, оно не будет соответствовать ожиданиям вашего клиента, вашего пользователя приложения. То есть первая задача – сделать итерацию быстро, закрутить сервисы, дойти до полноценного прода, сделать это решение или продукт в базовом варианте. Потому что помимо рисков вот именно Data Science, есть еще куча инфраструктурных рисков. И все вот эти пути ада нужно пройти как можно быстрее для того, чтобы отстроить CICD процесс, вот сделать такое. Я понимаю, что есть компании, где, да, там, разрабатывается один продукт и потом только допиливаются какие-то фичи, там, да, инфраструктуру отстроили и себе тихонечко, там, раз в полгода релизится с новыми версиями или раз там в три месяца. Здесь все плавно. Но когда, например, компания огромная, проекты разные, Data Science, вот эти скрам-команды переключают с проекта на проект, новые проекты стартуют, причем очень часто там без подготовленной инфраструктуры, плюс здесь еще денежный фактор, ресурсы выделили, нужно быстро строить. Часто это просто погоня за уже уезжающим поездом, поэтому эти процессы нужно сразу строить нормально, то есть нужно не пренебрегать потребностью в ресурсах Data Engineer, тестировщиков, потому что вот эта тенденция, когда я найму побольше Data Scientist, а они пускай себе там морочат голову, это не работает в реальной жизни. Так, еще пройдемся по... Очень важная часть для Data Scientist это софт-скиллы. То есть Data Scientist это человек, который, наверное, треть своего времени тратит на... Может, чуть меньше, ладно. И если это не TL, если это просто Data Scientist, то пускай там пятую часть своего времени он тратит на коммуникацию, он тратит на требования, он общается с целевым заказчиком, с product owner, он может общаться с целевым заказчиком. Если это аутсорс, он может общаться с заказчиком непосредственно с человеком, с пользователем этого продукта, чтобы понять, как сделать свою часть максимально качественно. Data Scientist принимают участие всегда в различных архитектурных сессиях, то есть вместе с архитектором очень часто Data Scientist подсказывают архитектору что-то по требованиям функциональным, не функциональным, чтобы правильно выстроить архитектуру. То есть я веду к тому, что помимо технических скиллов, да, очень часто там люди в Кагле пишут огромные стекинги и так дальше, а у них есть большие... Ну, то есть они очень сильно уходят в улучшение понимания алгоритма, в математику, а на самом деле есть очень важная часть, есть важная часть софт-скиллов умения работать с заказчиком, правильно определить требования, и очень часто это ключевая роль в проекте. То есть этим нельзя пренебрегать, это тоже очень важно. Так, двигаемся дальше. Ну, итеративный процесс разработки, это Data Science процесс, который я скопировал из Microsoft, а потом там будут ссылочки, чтобы никого не обидеть. Ну, все да плюс-минус это понимают, что изначально нам заходят какие-то raw data, которая может быть кривая, с пропусками, непонятно какая. Первое, что мы делаем, это припроцессинг, делаем какие-то преобразования, структурируем данные, чистим их, смотрим, анализируем, используем exploratory data analysis. То есть работаем над тем, чтобы довести данные до опрятного какого-то вида. В результате получаем structure data, потом мы начинаем только работать с алгоритмом. Этот процесс итеративный, потому что все понимают, что набрасывая какой-то суперстекинг или модифицируя архитектуру нейронки, придумывая какие-то кастомные вещи, как правило, ты получаешь прирост в сотые процента по метрике качества. Если у вас получается плохое качество с какой-то базовой нейронкой, не тратьте много времени. Ну вот взяли там классику, все знают, что UNED хорошо для сегментации работает, попробовали, понимаете, что там целевая метрика у вас на уровне 60%. Понятно, что нужно проверить базовые вещи, может где-то что-то неправильно вообще в нейронке передается, но скорее всего, если вот такие результаты, то проблема не в самой нейронке. Нужно работать плотнее с данными. Я в своей жизни видел очень много проектов, я видел очень много потраченного времени на улучшение по нейронке, в том числе опыт из Кагла. Это никого не интересуют эти доли процентов по метрике качества среди заказчиков. Как правило, хороший прирост по метрике качества дает именно вот работа с данными, то есть какие-то дополнительные алгоритмы фильтрации, дополнительная обработка, увеличение датасета, то есть уже нужно опираться на специфику проблемы. Если вы видите, что где-то вы, не знаю, строите какую-то LSTM, и вы видите, что у вас где-то модель немножко больше дает, вот Long Gate работает лучше и дает немножко больше из истории, а вам нужно подтягивать что-то более актуальное, то такие проблемы, да, это может быть уровень проблемы с нейронкой, то есть нужно в ней поиграться, или может недопредставлены какие-то события, которые ближе к текущему моменту времени. Ну, все нужно опираться на кейс, мы пару кейсов разберем с вами и пообщаемся. Процесс итеративный почему? Я уже проговаривал, что задача как можно быстрее отдать базовый рабочий алгоритм. Потом его можно улучшать всегда, любой алгоритм можно улучшать до бесконечности, но это все, как правило, должно сопровождаться финансовыми вложениями и т.д. и т.п. Поэтому вот итеративный процесс разработки, он лучше всего подходит. Мы выкатываем первую базовую версию, смотрим, как это вообще работает, смотрим, как работает инфраструктура. Помимо вас нужно учитывать, что будут еще софтер-инженеры, у них там свои риски какие-то полезут, свои проблемы полезут, им тоже нужно будет их устранять. И, собственно говоря, там на вторую итерацию, вот там на второй, третий, четвертый спринт можно закладывать дальше уже улучшения по модели и т.д. и т.п. Ну, по процессу, да, обучаем нейронку, есть у нас какой-то более-менее адекватная модель, мы ее деплоим, смотрим, как это все работает в тестовой среде. Еще все ли понимают, какие вообще среды используются, что такое среда разработки, какие среды используются, зачем. Кто-то понимает, что такое продакшн, например, а что такое юат? Ставьте нет, не молчите, пожалуйста, плюс-минус. В основном минус. Смотрите, когда мы работаем особенно с конфиденциальными данными, мы должны понимать, настраивать уровни ответственности. Начнем с конца. Что такое продуктивная среда? Продуктивная среда – это, грубо говоря, среда на сервере, где крутится ваш целевой продукт, то есть там, где решение рабочее, да, вот то, которому имеет доступ только пользователи. Пользователи, по сути, получают результаты работы в этой среде. Перед этим может быть пре-продакшн, может быть юат среда. То есть эти среды – это среды, которые, ну, они связаны между собою. Первая, в самой базовой среде, в дев среде, так называемой, девелопер среда – это среда, где ведется разработка, где можно, я не знаю, там, что-то править, что-то по алгоритму улучшать, там, менять. То есть и без момента деплоя в прот среду, то есть эти среды все ICD-процессами связаны между собой. Выведет разработку, как правило, в девелоперской среде. Алгоритм оттуда, по там, пул реквесту попадает на следующий уровень. В следующей среде, например, вы уже доступа не имеете, а туда имеют доступ, например, тестировщики. Тестировщики там тестируют со своей стороны продукт. И чем ближе к проду, тем ближе, грубо говоря, ваш продукт к реальному пользователю. Препрод – это среда, например, куда могут иметь доступ, ну, это продукт, уже продукт, которым пользуется только ограниченное число людей. Почему так? Если вы допустили где-то в дев ошибку, да, и задача не допустить, чтобы эта ошибка попала на прот. То есть в какой-то промежуточной среде ее должны либо тестировщики поймать, либо ее должно поймать хотя бы какое-то ограниченное число людей. Давайте приведем пример, зачем это все надо. Мы разрабатываем на своем компьютере, у нас здесь своя среда, свои библиотеки, полностью свой environment. Ну, например, да, мы, у нас там есть связь с интернетом, например, на конечном сервере. Вы, когда там что-то сделали, тестируете на своем компьютере. Для того, чтобы понять, а будет ли оно вообще работать, нужно понять, как это будет работать на целевом устройстве, да, например. То есть вы разработку ведете на своем компьютере, а, например, делаете мобильное приложение, да. И вот вроде у вас все работает хорошо, а у конечного пользователя все плохо, потому что у него не хватает оператива на телефоне или там не хватает, не знаю, там процессора не хватает. То есть это все сделано для того, чтобы не допустить попадания ошибок к конечному пользователю и вот пресекать их на вот этих промежуточных этапах. Как правило, разделяют первая это DevStreet, потом идет там, может быть, вторая DevStreet, дальше может быть UAD, это расшифровывается как User Acceptance Test. То есть это среда, которая имеет доступ только там несколько пользователей, которые тоже со своей стороны, грубо говоря, выполняют функцию тестировщика. Может быть, припрод еще какой-то дополнительный, там уже круг может быть шире. Это все, естественно, чем больше сред, тем это более тяжело поддерживать, тем это более дорого в плане инфраструктуры. Но это необходимо. Просто если, представляете себе, строим ракету где-то с каким-то ML, допустили ошибку, ушло на прот, ракета не взлетела или там еще хуже взорвалась с трагическими последствиями. Так, окей. Каждый вот этот Data Science процесс, я все это рассказываю, чтобы связать, не обязательно вот эта вся итерация приводит к тому, что модель попадает именно в прот. Вот мы сделали итерацию, вот эту полную итерацию разработки модели, и у нас где-то модель застряла в UAD, потому что что-то где-то не так, не отвечает, не решает задачу, не решает целевую задачу заказчика. Заказчик приходит, говорит, ну попробовали, попользовались, фигня, надо вот это улучшить, вот это улучшить, вот это улучшить. Ну, соответственно, нет смысла с припрода это выводить в прот, запускаем новую итерацию, делаем новый спринт, пытаемся что-то улучшить, фиксим какие-то баги, устраняем проблемы, ошибки, после этого уже выкатываем. Если следующий этап там на UAD сказали, да, вот это уже лучше, это нам подходит, хорошо, все, выкатываем в продакшн среду, запускаем, все работает, все отлично. Так, советую очень тоже внимательно ознакомиться, есть такая, есть, есть понятие Data Science Process Lifecycle, это вот ссылочка в Microsoft, я потом эту ссылочку вам сброшу, можете там в чатик вам скопирую потом, напомните только, пожалуйста. Советую ознакомиться с этим, чтобы понимать вообще, как строятся процессы. Вы если придете в какой-то стартап, уже там получите первый опыт ML, придете в стартап, там может быть с точки зрения процесса в МЭС. Ну, вы придете и скажете, ребята, нам нужно, вот не так нужно делать, есть там Microsoft-овский классика процесс, который описан, мы будем строить Data Science решение, давайте посмотрим и возьмем уже опыт успешных и у себя сделаем правильно, давайте будем следовать вот этим принципам, эти принципы помогут нам быть эффективными, помогут разрабатывать продукт хорошо. Да, я не буду тут вот все это, понимаете, можно два дня рассказывать только про Data Science процесс. Я, например, на своей первой работе, когда писал процесс SDLC, то на это ушло там порядка полгода, ну понятно, что не только это делалось, но тем не менее. Потом еще полгода на устранение проблем, потом документация и т.д. и т.п. Это все очень долго и нудно разбирать, но я советую просто пройтись, почитать, ознакомиться. Основные этапы разработки, цикла разработки Data Science решений, понятно, что Business Understanding, нам нужно правильно поставить задачу, определить это, мы решаем там ранжирование или мы там anomaly detection, то есть или это вообще классификация. Потом мы начинаем копаться, а какие данные у нас есть для того, чтобы решить данную задачу. Если их нет, нам нужно менять процессы и выстраивать процессы сбора этих данных. Это тоже делают Data Scientist. То есть понятно, что не начальном, не на уровне junior, но если там Data Scientist с хорошим опытом, то Data Scientist не только, да, сидят там, получили Data Set и пишут алгоритмы. Очень часто, как происходит в реальной жизни, да, вы приходите, а данных нет. Вот вам говорят, нужно решить задачу, у нас есть данные. Вы берете данные, они все нерелевантные, они вообще не подходят под решение вашей задачи. А для того, чтобы решить вашу задачу, нужно еще кучу всего накопить, причем там с истории, нужно кучу процессов компании поменять и т.д. и т.п. Только после этого. У меня всегда преподаватель, мой главный Data Scientist говорил с университета Хьюстона, он говорил, что в Data Science построение модели это 15% работы. Все остальное это про изменение процессов, это про работу с данными, улучшение какие-то, взаимодействие с бизнесом и т.д. и т.п. Что типа сам процесс моделинга в фактическом времени занимает 15-20%. Так, дальше. Четвертый этап. Деплоймент. Я прошу прощения, я просто пытаюсь как можно больше информации вам втулить в эту лекцию. Не слишком ли быстро я иду? Мозг еще не закипел? Ну, для меня, по крайней мере, все отлично. Ребята, как вам? Все нормально. Хорошо, да. У меня будет такое просто предложение, у нас сейчас примерно экватор. Я предлагаю в 13.50 сделать две минуты брейка, я попью водички, вы тоже чуть-чуть отдохнете, чтобы дальше черпать информацию, и мы пойдем дальше. Хорошо? Через пять минут. Вот как раз слайд добьем. Так, дальше у нас есть этап деплоймента. Понятно, что если отстроены процессы CICD, уже там не первая итерация, не первый цикл, DevOps нам помогают, инженеры помогают, все хорошо, то процесс деплоймента модели у дата-сайентистов, это делается по нажатию одной кнопки. Ну и Customer Acceptance, это мы смотрим, да, мы что-то разработали, мы должны получить какой-то фидбэк. То есть мы обязательно должны, это может быть фидбэк, если мы разрабатываем какой-то продукт, не знаю, мобильное приложение, то мы должны проанализировать, как с нашим продуктом работает наш кастомер. Где он там, не знаю, на какой кнопке он больше времени тратит, чем надо, где он нервничает, что ему не нравится. Там можно написать кучу косвенных метрик, которые, да, у нас есть основная дата-сайенс метрика, но нам нужно еще кучу дополнительного всего написать, чтобы понимать, как с нашим продуктом работает целевой пользователь. Может он там, не знаю, трясет телефоном в определенный момент и нервничает, потому что обработка фотографии идет слишком долго. Или есть какие-то у него, мы знаем, что он там хочет делать, ну, в принципе, теория, какую-то операцию можно делать в один клик, да, а он делает ее в три клика. Ну, это связано с нефункциональными требованиями к продукту. Это очень тесно связано с классической software engineering разработкой. Тем не менее, это очень важно. Data scientists тоже должны все это понимать в своей работе. Давайте еще пройдемся тут. Все понимают, да, что такое feature engineering. В классике жанра говорится, да, что если мы используем с нейронками, то забили фичи, не надо инженерингом заниматься. На практике все далеко не так. Очень часто там и в комп-фижене в том числе приходится делать какую-то преобработку изображений, добавлять какие-то дополнительные слои. Где-то ты понимаешь, что нейронка работает хорошо, но, например, ты видишь, что она не захватывает там где-то под задачей с иментацией, нехорошо захватывает контур. То есть в классике deep learning, типа, принято, что как бы, да, вот есть сырые данные, есть вход, есть выход, нейронка аппроксимировала. На практике все далеко не так. И покажу вам на кейсе, что мы делали с нашим, там, по каглу одному. То есть, как правило, на практике тоже нужно делать какие-то припроцессинги, добавлять слои изображений. Иногда нужно там простые фильтра использовать морфологические для изображений и подавать это все на нейронку, тогда она будет своей задачей лучше справляться. Так, это обязательно рекомендую почитать. Посмотрите, там расписано, что такое бизнес-андестендинг, за какие именно этапы в бизнес-анализе отвечают дата-сайентисты, какие вопросы лучше задавать, там, при интервью целевого заказчика, что ему надо в продукте, как их задавать. То есть, это все важно, вот это обязательно почитайте, это будет интересно. Так, делаем две минутки перерыв и потом приступим опять к следующему слайду. Окей, супер. Есть ли вопросы по пройденному материалу? Нет. Хорошо. Двигаемся дальше. Да, я уже, в принципе, через всю презентацию веду книги, да, что хороший ML-алгоритм не значит хороший ML-продукт. То есть, не значит, что этот продукт, в принципе, будет существовать, да. Мы можем там решить задачу с точностью 99%, но это не значит, что наш пользователь будет полностью удовлетворен. Есть куча других метрик, которые тоже отвечают, там, быстродействие и т.д. и т.п. Давайте посмотрим на архитектуру реального продукта. Архитектура реализовывалась на базе на Ажуре, то есть, сейчас все разработки, все ведется в клауде, никто практически не использует какие-то свои сервера. Ну, есть там корпорации, где очень все в плане секьюрности, там, решения крутятся внутри для того, чтобы там закрыть порты, абсолютно доступ извне, там, что-то суперсекретное или там какие-то объекты национальной безопасности. В принципе, тоже на практике сталкивался с таким проектом. Там все сложнее просто потому, что ты не можешь взять и использовать, там, не знаю, какой-то контейнер внутри, куда ты напихаешь библиотек, которые ты хочешь. То есть, ты там каждую библиотеку должен согласовать, доказать, что там нет уязвимостей, что ее можно запустить и что это вообще будет работать хорошо внутри без доступа к интернету. То есть, там, зафиксировали версии библиотек и поехали. Смотрите, да, видите, да, видите ML-продукт, и это его верхний уровень архитектура. Да, видим вот нас, что делают дата-сайентисты, это вот там, в данном случае, parse and transform, это чуть, это тоже спорный модуль, его делали дата-инженеры вместо с дата-сайентистами. То есть, по сути, вот в всем продукте ML – это такая небольшая коробочка, да, которая крутится и выполняет только свою задачу. А помимо этого, в продукте еще есть куча-куча-куча всего, что тоже выполняет свои функции. В данном случае, так, давайте по архитектуре немножко объясню. Да, у нас есть, начнем с того, что есть какой-то триггер, который вызывает работу чего-то. Заходят куда-то какие-то новые данные, их нужно отработать. То есть, есть какой-то триггер, который запускает процесс. Например, появились новые данные, да, может быть триггером. Или там пользователь заходит в приложение и хочет там посчитать, не знаю, там обработать как-то фоточку. При этом, допустим, мы хотим понимать, что если у нас там пользователь каждую десятую фоточку, мы хотим, чтобы эта фоточка попадала к нам в датасет, нейронка в этот момент еще раз, то есть он делает какую-то обработку, но мы хочем, чтобы результат этой обработки попадал к нам и вот триггером будет выступать каждый раз, например, он заходит в аппликуху, хочет вызвать. Допустим, у нас приложение обработка фотографии одной кнопкой, да. Человек заходит, загружает новую фотографию, жмет обработать, да, то есть появились новые данные, человек нажал отработать. Эти данные у нас попали, где-то что-то как-то отработались, потом переформатировалась эта фотография, попала в какой-то сторидж, дальше из сториджа она прошла, сделались какие-то дополнительные этапы, ну, например, там реализовали алгоритм, не реализовали, а применили алгоритм понимания, а какой вообще метод обработки, то есть это пейзажные фотографии или это портретная фотография, он хочет обработать, да. После этого эта фотография попала на нашу нейронку, нейронка ее в правильном виде обработала, выбросила ее куда-то в сторидж, потом после сториджа оно пошло там в knowledge API и на knowledge UI, то есть обратно, например, ну, допустим, не приложение, а на сайте. Что такое EventBus? EventBus это нативный сервис Microsoft Azure, который выполняет роль шины, то есть он контролирует, куда, какие процессы, зашел триггер, значит, что нужно после этого сделать, какой сервис нужно поднять, да, то есть у нас инфраструктура должна быть гибкая, у нас сервера не должны быть постоянно запущены. Вот, собственно говоря, вот этот EventBus отвечает за то, что, да, какой сервер в какой момент нужно поднять, какие данные, откуда он, как выстраивает взаимодействие сервера, то есть то, что в компьютере, по сути, делает шина, вот в архитектуре это делает в данном случае EventBus. Я также рекомендую вам почитать, ознакомиться, в принципе, какие есть нативные сервисы у Microsoft Azure, какие есть нативные сервисы у, господи, у нашего AWS, в Amazon, в Google платформе, потому что эти решения очень часто используются на практике и очень много есть вещей, которые, там много очень нативных сервисов, которые могут сделать вашу жизнь проще. Например, там SageMaker дает возможность там быстро разворачивать среду разработки непосредственно в клауде и просто из любого компьютера иметь доступ к этому ноутбуку. Очень удобная вещь. Советую почитать, в принципе, ознакомиться, там можно по простому Google запросу сервисы Microsoft Azure или AWS для Data Science, и вы увидите, сколько там всего есть интересного и как это может помогать вам в реальной жизни. Так, еще хочу сказать несколько слов про то, что в текущий момент, да, вот есть понятие Analytics Maturity Model. В мире, в принципе, сейчас очень много компаний, которые были аналоговые, они хотят стать цифровыми, да, и в текущий момент, если вы думаете, да, что там профессия Data Science, вот те, кто там заходили пять лет раньше, все было проще и так дальше, то в какой-то мере это так. Но сейчас рынок существенно растет. Когда я начинал искать работу Data Scientist, то в Украине появлялась одна вакансия раз в полгода. Причем там очень часто с требованиями сразу синера и, в принципе, где не было рынка, где бы можно было получить какой-то опыт. Сейчас, если вы посмотрите даже на рынок в Украине, то Data Science вакансий просто немерено. Ну, их реально много. Их там на простых сайтах, которые не связаны с IT, приходит столько. Вы видите, что там различные компании, которые вообще никак, казалось бы, не связаны с Data Science, там Epicenter. Вот когда приходят вакансии на запросы на Data Scientist от Epicenter, ну, это уже о чем-то говорит. Это говорит, что мы живем в эпоху трансформации и аналоговые большие компании пытаются трансформироваться, пытаются трансформироваться, нанимают Data Scientist и появляется очень много продуктов. Что такое Analytics Maturity Model? Ну, это есть теория, что каждая компания в современном мире будет проходить через трансформацию. То есть ты, если не будешь работать с данными, которые у тебя есть в компании, ты будешь неэффективным завтра, ты будешь неконкурентным. Смысл в том, что сейчас очень много компаний, если раньше там компании как-то пытались, да, там различные, я не знаю, ну, там, Фокстроты, Эльдорадо и так дальше, пытались всего лишь ответить на вопрос, а почему, что случилось в прошлом такого, почему наши продажи упали, да, ну, то есть они эти вопросы не задавали с точки зрения аналитики, они пытались на, там, посмотреть на данные, почему у них поменялась доля и этого было достаточно. То есть сейчас, в текущий момент, многие компании уже находятся на уровне предиктивной аналитики. Что это значит? Это значит, что алгоритмы помогают им предиктить их долю рынка, помогают предиктить им их поведение на рынке, где-то даже помогают в конкурентной стратегии, где-то дают понимание, а что будет с рынком в целом. И вот в текущий момент мы живем в эпоху, когда много компаний, вот они вот переходят вот этот диагностик аналитикс, отвечая на вопрос, что случилось и почему это случилось, они переходят на вопрос, точнее не так, они переходят на этап, когда аналитика их компании начинает помогать им отвечать на вопрос уже более проективный, что случится, к чему это приведет, да, то есть какие будут действия там в будущем и к чему это приведет. Нам повезло, мы живем в хорошую эпоху, особенно при выборе в специальности Data Scientist сейчас вам очень все на руку, потому что все очень растет и количество вакансий с каждым годом все больше и больше. Классику, понимаете, разницу между классикой ML, Deep Learning, не буду долго на этом обостряться, хочу только сказать, что нейронные сети это не панацея. Я когда-то слышал теорию, что вот скоро там классика ML практически не будет использоваться, что Data Scientist чисто скиллами классического ML без Deep Learning не будет востребован. Неправда. Объясню почему. У нейросетей всегда была, есть и остается одна проблема. Это проблема интерпретации. В большинстве проектов, которые я делал в своей жизни, например, проект прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Здесь вот важно не просто спрогнозировать, какая урожайность будет, а нужно ответить на вопрос, а почему, какие факторы у нас сдерживают эту урожайность, почему она у нас в этом году будет ниже, чем в прошлом. И нужно ответить на вопрос, а что сделать, чтобы она была лучше. То есть у нас, может мы где-то там каких-то минеральных, господи, удобрений не хватает. То есть поэтому классические ML скиллы по нему тоже очень востребованы. И очень часто в очень многих задачах какие-то рынки прогнозировать, особенно при работе с прогнозами финтек. Там очень часто нужно понимать интерпретацию. Нужно отвечать на вопрос, почему. Если что-то мы видим, да, какой-то, ну и с такими алгоритмами в принципе легче работать. Да, нейронка нам выдает, что завтра у нас все на 20% вырастет. Верить этой нейронке, не верить. Почему, да. Если мы увидим в классическом ML, мы сможем интерпретировать, какой там фактор приводит к этому, почему. И мы сможем понимать, это bullshit модель выдает это или это действительно факт. Поэтому я советую обращать внимание как на классический ML, так и на DL. То есть не качать исключительно. Даже если вы там работаете часто там DL, Computer Vision Engineer, все равно где-то что-то в жизни столкнетесь с тем, что вам придется там, не знаю, там застекать две нейронки или там несколько нейронок с помощью К-200 или что-то такое сделать, все равно придете к тому, что нужно уметь хорошо работать с классическим ML. Моя рекомендация это в принципе, да, там хорошо ознакомиться с классическим ML, там уметь с ним работать, а потом перейти на новый уровень, уже более детально, глубоко разбираться с Deep Learning. Плюс классический ML, он легче в плане понимания, в плане вы увидите, что к чему приводит работа с данными, какие проблемы в данных есть, как их устранять. И потом, когда будете работать с DL, поймете, что ну просто аппроксимации и все равно нужно плотно работать с данными. Понятно, что Deep Learning имеет ряд своих преимуществ, да, там, например, с классикой ML, не сможете там Transfer Learning сделать какой-то. Все знают, что такое Transfer Learning или нет? Так, не вижу, не вижу. Вот, есть чатик, хорошо появилось. Так, плюс, плюс. Да, понимаете, да, что может быть какая-то предобученная. Есть понятие Transfer Learning, есть понятие Fine Tuning. Ну, детально можно про это все почитать. Если вы пытаетесь решить какую-то задачу и у вас маленький датасет, вы можете всегда использовать предобученную нейронку, которую вы немножко доучите на своих данных и, скорее всего, сможете решить данную задачу малой кровью, то есть, там, обойтись без огромного датасета. То есть, One Dataset. А кто знает, в чем разница Fine Tuning и Transfer Learning? Так, здесь я вижу уже меньше плюсиков. Так, основная разница в том, что в одном случае мы берем предобученную нейронку, просто в одном случае, когда Fine Tuning, мы замораживаем веса всей нейронки, размораживаем только ее хвост и там одну эпоху прогоняем, грубо говоря, чуть-чуть ее Fine Tuning. Transfer Learning – это когда мы в определенный момент берем полностью инициализированную нейронку, мы ее размораживаем и там полностью еще дообучаем на нашем датасете. Честно, могу вот за раз ошибаться, что из них что. То есть, да, вот два подхода применяется. Fine Tuning – это просто игра слов, что из них что. Ну, смысл в том, что можно взять просто предобученную нейронку, инициализированную всю нейронку весами, а в другом случае можно только ее хвост разморозить и дообучить на эту задачу. А все остальные фичи, то есть, вся наша нейронка и все фичи, которые она заучила, в целом останется без изменений. Мы только дотюним ее под свою задачу. Так, а кто из вас может сказать, несмотря на мой слайд, какую основную, кроме интерпретации, в чем наш DL, точнее ML классически дает преимущество в плане с DL? Попытайтесь угадать. Попытайтесь вспомнить, не знаю, там, какой-то inception нейронку и вспомнить классический Random Forest. Да, скорость обработки с чем связана? Можно ж маленькую нейроночку написать. Совсем будет скоро работать. Количество параметров. Я веду к тому, что, да, количество параметров и количество degrees of freedom у нас в классическом ML, да, там, если вспомним, в каком-то, давайте линейную регрессию возьмем, да, мы там пытаемся найти зависимость x от y, в обычной линейной регрессии у нас будет всего лишь два параметра, которые мы тренируем. Так, кто назовет эти параметры, что мы можем тренировать, если мы линейную регрессию решаем не через нормальное уравнение, а пытаемся ее, да, вот классическим образом, через оптимизировать эверистическими методами, там, градиентным спуском, например, то какие параметры мы будем тренировать в классической линейной регрессии? Каких весов? Ответ, вектор весов, имейте в виду, ну, бета нулевая, пересечение и кутовой коэффициент. То есть у нас в задаче зависимости y от x, да, 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 ну, bias это называется, как где, то есть в классической задаче у нас только, по сути, два параметра, которые мы тренируем, а degrees of freedom – это наше количество наблюдений и выборки минус эти два параметра. Если мы возьмем там даже простой персептрон с несколькими нодами и несколькими слоями, то этих параметров там будет уже несколько сотен. Соответственно, количество параметров, да, вот классический ML их намного меньше, быстрее тренируется, меньше ресурсов и т.д. и т.п. как правило, обходится без всяких видеокарт. Плюс еще очень часто можно там работать с ML, распараллеливать как-то по-хитрому, можно делать кучу всяких интересных вещей в терминах, что не обязательно тренировать алгоритм на абсолютно всем популейшене, да, может часто очень достаточно какой-то репрезентативной выборки. С нейронками все сложнее и рисков, как правило, очень больше. Ну и компетенция специалистов, которые работают с нейронками. Очень часто там компании ввиду маркетинга рассказывают про то, что у них там супер... Я вот в своей жизни видел классный пример, я был на презентации одного продукта, и ребята рассказывали, как они хорошо умеют строить предикты поломок оборудования на теплоэлектростанциях. Звучало как просто... Они там рассказывали, что у них суперсекретная архитектура нейронной сети, а на одном из слайдов я маленьким текстом прочитал, там у них был на слайде output с... ну там output с модели, точность и там мелким шрифтом. Ну презентация была для executives, они не думали ни в коем случае, что там будет кто-то из представителей Data Science, и там не спрятали. Там было написано логистическая регрессия output, ну только на английском. И меня это очень сильно улыбнуло. На самом деле, ну ребята хорошо решили свою задачу, в принципе, с помощью логистической регрессии, но решили подавать это под соусом того, что у них там суперсекретная архитектура нейронной сети, чтобы все боялись пробовать, пытаться это повторить. На практике я всегда рекомендую начинать с простого. Если не получается, тогда можно пробовать что-то более сложное. Так, теперь перейдем к второй части нашей презентации. Поговорим уже о проектах, которые приходилось делать в жизни. Давайте так. Давайте себе представим задачу. Мне интересно послушать, как бы вы ее решали. У нас стоит задача, например, спрогнозировать поломки оборудования на каком-то заводе. Или в данном случае на теплоэлектростанции. Для иностранного вендора делался этот проект. Это полугодовой проект, который очень хорошо себя показал и, в принципе, привел к очень хорошим экономическим эффектам на моей практике. Скажите, пожалуйста, есть ли идеи, как бы вы это решали? Я дам немножко еще вводных. У нас есть теплоэлектростанция, современная европейская, где абсолютно везде напичкано все цифровыми датчиками. Там порядка 4000 различных сигналов дискретных и аналоговых. Все это собирается поминутно. То есть у нас есть данные там про температуры, перепады, давление. Как бы вы решали, как бы вы делали постановку задачи, если у нас стоит задача спрогнозировать поломку? Я имею в виду верхний уровень вам. Это классификация, это регрессия. Что это? Как бы вы решали? И давайте разберем несколько подходов, какие минусы. Я бы, скорее всего, что классификации смотрел бы. То есть к какому классу событий. То есть к какому классу событий. То есть нам нужно, по сути, временной ряд как-то классифицировать и понимать, это состояние предполомочное, предпредполомочное или там совсем. Идея хорошая. В то же время оборудование, оно может устаревать и может быть какой-то снос, амортизация, оно постоянно работает, меняется. А если мы с классификацией подходим, то в чем будет проблема вот в таком случае? Нужно, чтобы во времени классификация изменялась. То, что вы сейчас называете, очень классный поинт на самом деле. Как это сказать математическим языком? Вот то, что вы сказали в плане данных, если у нас есть постоянный какой-то процесс во времени, который может меняться. То есть он завтра не выглядит так, как сегодня. Именно сам процесс не выглядит. Time series называется. Нет, time series, то понятно. Time series, что такое нестационарность временного ряда? Все знают? Да. То есть это работа с нестационарным временным рядом. Если мы будем работать с классификацией, будет ли проблема? Если у нас вот этот ряд нестационарный, сможем ли мы каждый раз хорошо и удачно попадать с точки зрения классификации в эту задачу? Как думаете? Ну, вы же не говорите про данные. Может, ряды действительно стационарные? Не-не, нестационарные. Мы уже пришли к тому, что процесс нестационарный абсолютно. Потому что, кроме того всего, есть еще лето, зима, режимы работы, они абсолютно разные. И вот нам, чтобы классифицировать этот временной ряд, ну, это все будет вносить трудности. Давайте подумаем, какие еще трудности. Вот у нас есть, ну, я приведу пример, там, непосредственно оборудование. Нам нужно прогнозировать поломку оборудования, которое называется демосос. Демосос – это штука, которая как пылесос из котла вытягивает плохие газы. То есть его задача создавать разъезжение, вытягивать плохой газ. С другой стороны, на него влияет работа вентилятора, который подает кислород для сгорания, который подает воздух. То есть топку все себе представили, да, один вытягивает, как пылесос, другой надувает. Есть там все параметры, есть даже параметры уровня вибрации. Но это все вот выглядит абсолютно как хаотично, процесс абсолютно нестационарный, колебания очень большие, там, эта вибрация, на нее влияет кучу различных факторов, да. Там рядом запустили какое-то оборудование, вибрация чуть повысилась, пока это оборудование заводили, да. Или когда там потом начинают запускать этот демосос, да, изначально тоже какая-то есть дополнительная вибрация, пока на нем там налипшая зола, она чуть-чуть поотлетает. То есть вот представляете себе, да, как может выглядеть все это дело. Какие еще будут проблемы, что нам нужно для того, чтобы решить задачу классификации, да. Нам нужна разметка, наверное, да, вот самое сложное. Представляете себе, что вот на фактически, да, взять и заставить на ТЭС получить там на теплоэлектростанции, получить историю, заставить представителей ТЭС дать вам все даты или там дать вам информацию потом, где были поломки и какого оборудования. Да, в лучшем случае, там, не знаю, если там какая-то система типа САПа или что-то это. В лучшем случае, если половину из этого специалисты заводили, да, то это будет очень хорошо. Но вот почему я веду к тому, что подход с классификацией, какие у него есть минусы. У него есть плюс, да, у него есть плюс, что мы четко можем определять предполомочное состояние без никаких алгоритмов. Алгоритмов, господи, эмпирических алгоритмов сверху, да, ничего не нужно квилить. Какие есть еще подходы? Давайте, если, ну, классификацию откидываем. Наивным байсом можно еще классификацию попробовать. Не-не, это инструмент решения, то есть это инструмент, мы хотим как-то попробовать сегментировать. Это инструмент решения задачи, я имею в виду с точки зрения подхода. Давайте классификацию откидываем. Нет у нас разметки, не знаем мы, что, когда менялось. У нас есть только графики, выглядит там, где-то вибрация выше, где-то ниже, где-то она системно выше. Плюс она зависит от температуры окружающей среды. Где мы видим, что летом вибрация всегда выше, чем зимой, из-за режима работы. Вот, вот есть такое. Давайте подумаем, как еще эту задачу можно решить. Нет у нас разметки, как решать будем? Какие идеи? Мне кажется, что остается только регрессия. Регрессия, и что нам даст регрессия? Ну, решили мы задать какой-то треш-холд, который нам меняет вероятность. Тем более, что наверняка у каждого оборудования есть определенный свой треш-холд, который тоже можно в этой цепочке использовать. Давайте я вам скажу так, что основной параметр, основной параметр, это у нас по работе данного оборудования, это вибрация. То есть нам нужно как-то понимать, какая вибрация, она предполомочная, а какая вибрация, она нормальная. То есть мы забыли про классификацию, да, будем как-то с регрессией решать. Как мы будем делать постановку задачи? Что мы будем? Если у нас есть, ну, уже я подсказываю, что вибрация будет нашим игреком, да. Мы, как это сформулировать? Мы будем пытаться объяснить вибрацию, исходя из другого оборудования, которое у нас есть, да. То есть мы будем искать зависимость, грубо говоря, какая вибрация нормальная, да. Какая вибрация объясняется режимами работы нашей системы и другим оборудованием. Такая формулировка уже более конкретная и более хорошо звучит, согласны? Так, как же эту задачу действительно решили? Решили ее, ну, это классика жанра, регрессия все знают, регрессия это скорее инструмент. Решили ее путем аномалии детекшена, именно через постановку регрессии, да. Грубо говоря, с Чебушеврул все знакомы? По сути, наша регрессия, неважно, каким мы инструментом ее решаем, линейной регрессией, рекуррентной нейронной сетью, там, LSTM, GRU или что угодно. Или мы ее там решаем, не знаю, ГАНом каким-то, вариационным автоэнкодером. Не суть. Суть в том, что мы с помощью регрессии предиктим какой-то нормальный уровень вибрации оборудования, исходя из других показателей. То есть у нас там есть активная мощность, перепады давлений. И вот из всех этих параметров, то, что у нас объясняет работу системы, у нас, скорее всего, будут какие-то дополнительные отклонения. Собственно говоря, как эту задачу решали? Все знаем правила Чебушева, и все знаем, что приблизительно то, что нормально, оно лежит в рамках трех сигм. Плюс-минус три сигма. Если мы возьмем нормальное распределение, мы же вокруг вот этой линии можем нарисовать какое-то себе распределение до этих порогов. Здесь понятно. То есть у нас output нашей регрессии, наша регрессия предиктит нормальность работы. Все, что у нас выходит, грубо говоря, за плюс-минус три сигмы, является ненормальным. И, собственно говоря, очень четко получилось прогнозировать с таким подходом. Там я не могу ввиду конфиденциальности, там не прошло еще пять лет от момента завершения проекта, чтобы рассказать более детально. Но смысл в том, что используя вот такое простое правило Чебушева, используя, ладно, LSTM-ку, мы предиктим очень точно нашу вибрацию. А как только начинает появляться и плавно расти дополнительная вибрация, которая не объясняется режимами работы и всеми характеристиками в системе, которые мы контролируем, у нас получается, мы сразу же получаем предполомочное состояние. Покажу слайди, как это все выглядит. Ну, на практике это звучит все очень просто. На самом деле, в данном проекте я столкнулся с тем, что была очень высокая мультиколлинеарность. С четырех тысяч параметров, я не знаю, две тысячи – это то, что описывало именно конкретный блок оборудования, эти узлы, которые связаны. С этих двух тысяч параметров, там параметры, которые на 98% друг с другом коррелируют, это просто их было миллион сотню. И нужно было придумать, как правильно понизить пространство, то есть как эти датчики перевести в другую плоскость, какие датчики вообще убрать, что из этого почистить, как правильно с пропусками, какие есть варианты заполнения пропусков. Ну, все классические такие проблемы. Плюс зашумленность. Многие параметры, если вы работаете, не знаю, с какими-то лазерными приборами, которые меряют количество пыли, угольной пыли, они работают очень неточно. Для каждого из этих приходилось писать какие-то дополнительные алгоритмы фильтрации, фильтры Кальмана и т.д. Для того, чтобы вписать как-то физический процесс, чтобы это не выглядело как рандом. Ну, собственно говоря, эти все проблемы успешно решились и модель заработала хорошо. Покажу пример работы этой модели. Ну, вот, собственно говоря, да, есть у нас, видим. Красная – это наша линия регрессии, зеленая – это верхний коридор плюс 3 сигмы. У нас получается, ну, вот в нормальных режимах работы, да, мы имеем вот такой процесс по нашей вибрации. Видим, 1 ноября, там чуть дальше, у нас начинает резко, аномально выше нашего уровня увеличиваться вибрация. Ну, и, собственно говоря, поломка случается примерно 15 числа. Потом после неуспешного устранения, как бы вибрация падает ниже нормы, но что-то не так пофиксили. Потом повторно резко возрастает уровень вибрации аномальная и происходит повторная поломка оборудования. Но первый предикт, да, видим нашей моделью, что первый предикт появился, ну, 2 где-то ноября, здесь на графике нехорошо видно, да, а поломка первая случилась аж 15-го. То есть нам удалось, например, за 2 недели спланировать, увидеть проблему, почему это происходило. Более того, я скажу, что там в этом проекте, ввиду использования интерпретируемых методов, удалось разделить в плане понимания, какие... Фича импотность, наверное. Ну, скорее через шапли вэлью удалось получить, а что именно приводит к такому или другому. Вот там, например, как выглядит налипание золы, да, вот как наша модель, получается, предиктит налипание золы простое, а как наша модель предиктит, когда уже там крыльчатка изношена. Вот в нашем случае эти два класса поломок удалось тоже разделить. Ввиду шапли вэлью, ввиду того, что мы увидели, как меняется внутри параметров именно сама зависимость. Так, сейчас буквально я возьму водички, я расскажу еще про кагал. Сколько, скажите, пожалуйста, у нас еще времени есть? У нас есть еще пять минут. Хорошо, сейчас, секунду. А можно, пока вы пьете воду, я вам задам питание. Ви не пробовали оцю идею застосовывать, например, для анализу сигналов сердца, энцефалограм? Потому что, например, для эпилепсии, передбачение эпилепсии, это же тоже, фактически, ну, приблизно такая же идея. Есть осцилляции? Я думаю, что это хороший стартап был. Ну, мы на самом деле вот этот подход, мы брали, копировали его, начинали его делать с ГАНом и копировали его из определения рака легких. То есть там ребята, не имея разметки, научили алгоритм, который стопроцентной точностью определяет рак легких. Они взяли просто, натренировали ГАН, вариационный автоэнкодер, если не ошибаюсь, там даже не ГАН, обычный вариационный автоэнкодер, натренировали на здоровых легких. И как только подавали туда в него больное легкое, ГАН не знал, что с этим делать и выдавал Билиберду аномальные значения. Дальше по порогу просто классифицировали это и получилось, что все аномалии, там, рак или другие, туберкулез и т.д. и т.п., любые аномалии в легких, они очень легко детектируют. Плюс учитывается, что 99% в выборке, ну, в таких случаях, там, 99% это режимы нормальной работы. Почему вот эту задачу еще сложно решать классификацией? Да потому что 99% в выборке нет, что классифицировать, там, 3 случая за год. Разбалансировка большая. Да, большая разбалансировка классов, соотношение... Ну, это можно сэмплами решать, ну, ладно. Не-не-не, в этом случае нельзя решать, потому что, если информации нет, то ее нет. Ты как там ее не наращивай, если у тебя 1% в отношении 99, у тебя 3 ситуации, да? Ты не знаешь в будущем, какая еще... Может, у тебя там датасет 3 года, да? И ты не понимаешь, а в будущем какая еще, какой тип поломки может... Ну, с каким типом поломки ты можешь столкнуться. Подход с аномалий детекшеном, он более универсальный, он менее чувствит... Скорее всего, там будут появляться какие-то true positives, но это не так страшно, если мы упустим что-то важное, да? То есть, если мы не запредиктим, не дай Бог, поломку, то все, ну, то есть, алгоритм украю. У нас нет шанса пропустить ни единого, то есть, у нас нет шанса... У нас полнота должна быть 100% в решении таких задач. Я просто хочу відразу перевести нашу дискуссию в практичну площину. Дивіться, Белла придумала зробити конкурс проєктів, але мені здається... Ну, і тут, я, наскільки знаю, вже формуються команди учасників, але мені здається, от, можливо, комусь із молодих учасників нашої школи захочеться зробити, спробувати зробити свій власний стартап. У нас така школа вийшла, зроби сам. І тут є, буквально, і бізнес, Елена Жилічури виступала, розказала, як зробити бізнес, і ви розповіли, як можна взяти ідею, перенести її на наступне. Може, хтось захоче це зробити. Ви б погодилися проконсультувати і зробити спільний стартап? Залежно від загрузки часу, на жаль, зараз з мене з цим туго. Я відмовився від менторства в школі, тому що загрузка моя зараз не дозволяє цього робити. Є над чим працювати, скажімо так. Десь якісь консультації, звичайно, там вирватись на годину часу проблем немає, але в цілому зараз такий період в мене, що я не хотів би на постійної основі, ну, там, я не можу витрачати, навіть, не знаю, там, 5 годин на тиждень на такі речі. Скажу відверто. Давайте розберемо ще один кейс. Це ми, це ми рішали з одним моєм колегою теж. Собственно говоря, ми как раз в то время малися похожими задачами в EOS-е і увиділи Airbus Ship Detection Challenge на Kaggle, ну, і рішили потешити немножко, попробувати, да, вот у нас такое профільное, ми работаємо спутниковими снимками, а здесь нам Kaggle, і ми рішили просто там потешити себя, да, попробувати, увидеть себя на фоне остальных Kaggle. Ми взяли участье в цьому соревнованні, взяли серебро на цьому соревнованні. Ну, формально у нас команда була 4 чоловіка, по факту ми вдвоєм робили алгоритм, а там третий человек статью писав в итоге, а четвертый патроны приносив, да, щоб эффективно работалось. Ми на самом деле взяли серебро на цьому соревнованні, но ми не взяли золота просто потому, що допустили детську ошибку, перестарались немного. Ми слишком застекали много алгоритмов, слишком много нейронок, на много фолдів побили. В общем, я просил там до последнього, що ми перегибаємо палку. Наш алгоритм в итоге там имел все то, що не имели другие алгоритмы. І якщо б ми чуть-чуть його не переобучили, то ми могли там даже на призові места, на первое-вторе місто претендовать. Потому що у нас там ідеї в рішенні було імплементировано намного більше, чем у людей, які взяли золото. Я ходив на ML-тренинг, там, де люди розказывали про своє успешне рішення, і на кожний вопрос, який я задававав, а ви вот це делали, вони говорили, нет, такі ідеї нам не приходили. А я кажу, а у нас ці ідеї повищали точність. Ну, ми в итоге просто перестарались і чуть-чуть оверфитнули нашу нейронку. Ми на паблик-лидерборде були прям в топі-в-топі, а на прайвати за переобучення. І то, хорошо, що там наші два алгоритма були склеїны, і мой алгоритм сыграл роль, ну, зарегуляризував це все і не дал нам улететь ще глибше. Статья є, вона написана, вона опублікована по цьому рішенню. Статья написана моєю колегою. Можете почитати, ознакомитися там з деталями алгоритма. Класика жанра, да, що у нас є Джаккарт, плюс щось типо F-скора взвешеного. Тобто нашла задача в цьому кагле була находити корабли на спутникових снимках. Метрика дуже привередлива, і багато різних проблем в цьому проєкту було. Метрика дуже багато штрафувала за те, що у тебе два корабліка, там, кораблік і шлюпка. В датасеті тренировочному це вирішувалося як два віддельних корабля. Якщо ти це знаходив як один корабль, то твоя метрика дуже сильно страдала із-за цього. І ще метрика дуже сильно страдала, зразу понижалася точність наша. Якщо у нас на снимках, наприклад, ну, какой-то камешек, тому що снимки абсолютно с разным разрешенням, щас покажу, як це виглядит, там, какой-то камешек стоит, волны об нього розбиваються, і глазами це виглядит, як будто плівучий корабль. А на самом деле в разметки ты смотришь, на этом снимке нет ни единого корабля. Ну, вот, если посмотреть, да, вот здесь оригинальне разрешення, скажіть, пожалуйста, вам глазами видно, що це три корабля стоїть, да, на такому розмытому. Ну, тем не менее, нам удалось там достигнуть порядка 70% этой целевой, да, даже 80% на этой целевой метрике. Вот, собственно говоря, такие проблемы были. Очень часто глазами не було понятно, що це. Як решали задачу? Какие есть идеи? Що кто думає? Через сегментацию лучше решать или через Object Detection? У нас корабли выделялись ровно по контуру, то есть маска кораблей выглядела достаточно точно. Как бы вы решали данную задачу? Сегментация или Object Detection? Давайте первый вопрос. Всем ли знаком вообще? Все ли понимают, чем Object Detection отличается от сегментации? Если мы говорим по работе с снимками? Я бы, наверное, сегментации попробовал бы сначала. Посмотрел бы просто на метрике. Насколько точно. У нас не все понимают. Object Detection — это мы говорим, когда у нас в разметке есть bounding box. То есть, если у нас объекты обведены bounding box. Вся разница в том, что в сегментации, вся разница в последних слоях нейронки. В сегментации мы, грубо говоря, если у нас бинарная сегментация, нам нужно, там есть какие-то объекты, единичка — это целевой сегмент, нолик — это все остальное. То с Object Detection у нас есть, как правило, обведен этот объект bounding box, и на последних слоях нейронки, если мы работаем с Object Detection, там есть сейчас много различных подходов, там двухуровневый Object Detection, одноуровневый. Не буду уходить в детали, но смысл в том, что на последних слоях нейронки ты регрессишь две точки. Для того, чтобы вывести bounding box, обвести квадратиком объект, достаточно иметь его две точки. И смысл в том, что в Object Detection на последнем слое нейронки, то есть на выходе подается… Мы регрессим вот эти две точки для того, чтобы потом вывести bounding box. А в сегментации мы используем вот прям выход такой классический из UNet, мы используем просто бинарную маску. Нам в итоге конволюции, там трехслойное изображение достаточно перевести в однослойное, где нолики — это не целевой объект, и единички — это целевой объект в случае бинарной сегментации. Да, именно путем сегментации. Мы и маски в CNN тоже пробовали, типа, и сегментацию, и Object Detection воедино слить, пробовали и через Object Detection, но сначала взяли классику жанра, начинали с UNet, а в итоге так все с этим и работало. Потом застекали эти алгоритмы к AdBoost сверху. Все ли знакомы, все знают, что такое стекинг? Тип анцемблирования алгоритмов – стекинг. Так, кто не знает, лучше ставьте плюсики. Так, у нас мало времени осталось. Если кто-то не знаком с тем, что такое стекинг, рекомендую посчитать. В общем, смысл в том, что если у нас есть на одном датасете мы натренировали два каких-то алгоритма, мы знаем, что один работает лучше в этих ситуациях, второй лучше с этим. Ну, соответственно, есть смысл как-то эти алгоритмы санцемблировать. Самый простой алгоритм, как можно их анцемблировать – это усреднить два. То есть взять два output алгоритмов, усреднить. Есть более сложные. Например, стекинг. Стекинг – это вот если у нас два алгоритма, они не презентативные, пускай будет три алгоритма, а каждый из них работает по-своему хорошо в тех или иных ситуациях. Наша задача – эти алгоритмы объединить. То есть у нас есть, например, три CatBoost или два Random Forest, один CatBoost. Мы берем сверху на эти алгоритмы, навешаем еще один алгоритм, который мы тренируем не просто выходами из этих трех алгоритмов, а мы берем и входы. То есть мы берем иксы и игреки, аутпуты из наших, и тренируем третий алгоритм, который каким-то образом по-хитрому санцемблирует наши три алгоритма. Ну вот, собственно говоря, если по-простому, самый простой способ объединить и объяснить, что такое стекинг. Так, мы решали эту задачу через сегментацию, взяли классический, точнее, не классический UNET. Классический UNET – это энкодер-декодер, а взяли вот этот UNET, который последний, ну, на то время, там, последний с пробросами, как в разнете. На выходе мы получаем, да, вот, видно, как наше изображение схлопывается. То есть взяли классику жанра, но мы знали, что наша метрика очень чувствительная. Если мы предиктим у нас false positives на снимках, где у нас нет кораблей, мы находим корабли, то мы очень сильно страдаем. Как мы усложняли наш алгоритм, да, то есть сначала мы попробовали просто UNET просегментировать его, увидели, что есть ряд проблем. Одна из проблем – это нахождение каких-то кораблей, да, есть какая-то неоднородность, нашло ее, и UNET думал, что это корабль, а не корабль там, а как мы это обходили. Мы дополнительно, все знают принцип UNET, да, мы дополнительно еще делали один классификатор, который нам позволял уточнять и классифицировать данные, именно есть вообще кораблик на снимке или нет кораблика. И это пару сотых процента по нашей целевой метрике удалось получить. Как мы это делали, да, есть наш UNET, мы сегментируем наше изображение. Сначала мы хотели еще предварительно строить классификатор, который дальше на UNET мы будем подавать только те снимки, где мы точно уверены, что есть корабли, чтобы он сегментировал. Ну, как это можно сделать? Есть идея. Можно просто перед этим натренировать классификатор, типа взять какой-то энкодер, натренировать его, и, соответственно, если на снимке есть кораблик – единичка, а вообще, если нет – нолик. Какие идеи, как это можно сделать проще? Как вы думаете? Чтобы не тренировать две нейронки. Можно взять готовый датасет, где есть корабли, попробовать натренировать нейронку на этом датасете и потом скармливать? Нет, у нас есть датасет, у нас есть, мы знаем, на каких снимках есть корабли. У нас огромный датасет Airbus, то есть у нас, по сути, мы тренируем нейронку находить корабли, да, то есть какие-то фичи она там себе определяет. Как нам избавиться, как нам помочь нашей нейронке отфильтровать те снимки, на которых есть или вообще нет кораблей. Чтобы не тренировать дополнительный классификатор. Смотрите сюда, смотрите на архитектуру Юнета, да. Ну, у нас в ансамбле, это здесь я нарисовал один Юнет, у нас там в ансамбле было их несколько. Какие-то из них работали лучше, какие-то меньше. Когда мы будем тренировать такой же Юнет, похожую какую-то нейронку на то, чтобы находить наши корабли, да, давайте подумаем, у нас же здесь уже есть весь фичер мап, у нас есть практически вся наша информация, все наши фичи о нашем датасете. То есть что мы сделали? Пока один тренировал, занимался непосредственно сегментацией, второй человек, вот здесь есть такой латентный вектор, если знаете, embedding еще называют, знаете, что это такое? То есть мы здесь максимально сжали наше изображение, и вот здесь у нас есть вектор, в котором находится максимальное число фич, которые есть в нашем изображении. Мы просто вот этот вектор отсюда, чтобы не тренировать дополнительную нейронку, в период тренировки нашей сегментации мы получаем нейронку, я вот этот вектор забирал и дополнительно на него тренировал несколько классификаторов и смотрел, как они работают лучше. То есть этот вектор у нас, по сути, имеет всю информацию, все фичи о наших снимках. И его я дополнительно пускал на классификатор, на классификаторе я находил те снимки, ну там игрался с порогами, но это привело к хорошим результатам. Благодаря этому классификатору мы там очень хорошо воздержались в плане переобучения, он там где-то сдерживал нашу переобученную модель конечную. И, собственно говоря, мы просто там в то время, CatBoost еще не был популярным, мы его там дополнительно на нейронку классификатор и на обычный XGBoost научили, подобрали пороги таким образом, что мы там научили фильтровать очень хорошо наши снимки без кораблей. То есть мы очень хорошо определяли снимки, где что-то выглядело похоже на корабль, но это не корабль. Такой лайфхак мы сделали. Еще у нас был лайфхак. В терминах у нас мы столкнулись с проблемой, что корабли, которые слиты, которые рядом, там корабль и большая шлюпка, или там корабль буксирует другой корабль. Если не видели, буксировка кораблей проводится параллельно. То есть корабль подъезжает, они не тянут как машины друг друга, а корабль подъезжает сбоку, цепляет другой корабль и буксирует его. Или там есть специальные буксиры. И вот в таких случаях наша нейронка определяла это как один корабль. Но что нам помогло, мы натренили дополнительную нейронку, которая очень хорошо схватывала границу. То есть она схватывала вот эту линию пересечения двух кораблей. То есть нейронке очень просто захватить такую форму. Она если видит, что, грубо говоря, форма уже отличается от классического корабля, вот этот контур натренировать очень просто было. Мы сделали нейронку, которая хорошо схватывала этот контур, и с помощью этого мы уточнялись и по этому контуру разбивали на два корабля. Там метрика у нас вскочила порядка на несколько процентов сразу, после того, как мы устранили вот эту проблему, получив вот эту линию корабля. Так, уже я советую открыть там статью. Мы там все наши плюшки описываем, дополнительные, которые применялись. В текущий момент я уже, это было давно, честно, может, что-то и призабыл, какие у нас там проблемы были. Ну, там по классике жанра таким способом можно решать очень много задач. Бинарная классификация, там определение жилых домов, то есть тоже Юнет, такая же разметка, бинарная сегментация, по сути. У нас единичка – это домик, нолик – это все остальное. Нахождение дорог для картографирования, то есть это тоже очень простая задача для Юнета на спутниковых снимках. Ну, про классификацию, к сожалению, сельскохозяйственных культур уже сегодня не буду рассказывать. Это просто такой топик, в который нужно очень глубоко уходить, и нам, наверное, пол лекции бы на это понадобилось. Поэтому будем заканчивать на том, что успели. Если есть какие-то вопросы, с радостью отвечу. Если есть пожелания, предложения, тоже, пожалуйста, озвучивайте.